Ииии, ёвчиково, ребята! Всем привет! С вами, как всегда, я, Градус! И вот, наконец-то, дошли руки до одной карты, которую я давно хотел пройти, а именно, зоопарк с динозаврами! Нас будет сегодня ждать очень много приключений, прокачки своего зоопарка, множество посетителей, которым фиг угодишь, кстати! Ну и, собственно, мы приступаем! Я вижу человека, который нас встречает, и он рассказывает о том, что будет нас сегодня ждать! Добро пожаловать! Я ждал тебя, мы открылись сегодня, но пока что здесь ничего нет! Давай начнём! Видишь ли тот дом? Он показывает на этот дом. Здесь у нас будут появляться прикормка для динозавров. Динозавры бывают двух типов, травоядные и мясоядные, ну пускай будут мясоядные, короче, хищники. Так, ударь этот сундук, чтобы получить прикормку, да без проблем! И вот выпадает нам первая еда, выглядит вкусненько, да? Ну давай тогда покормим нашего головного динозавра, маленького, один на один, не переживай! Так, что ж, сейчас нам нужно будет войти в этот зоопарк, пока что у нас просто обучение, и... Как тебя зовут? Какой это класс динозавров? Я вот сколько уже за своё существование на ютубе снял роликов про динозавров, до сих пор не помню, кто есть кто. Но этот такой безобидный, у него вот прочная защита на лбу, чтобы когда стукался, или для чего это, не получал урон для своих мозгов. Тебе не нужно всегда бегать за динозавром и кормить его в одиночку. То есть, есть тут ещё ребята, которые будут мне помогать. Вот, собственно, вот этот вот мужичок время... Ой, это девчонка, извиняюсь. Будет время от времени ходить кормить динозаврика, но пока мне не трудно. Я возьму... А сегодня к нам пришёл наш главный талисман этого зоопарка, маскот Дина! О, ты только сюда прибыл! Нам необходимо больше места для динозавров здесь. Как насчёт построить что-то? Да без проблем, дружище, я-то построил. Так, нужно использовать эту штуку и призываем строителя. Ну что ж, что мы можем в теории построить? Давай посмотрим. Я могу построить лес, пустыню или джунгли? Ммм... Как насчёт джунглей? Окей, он просто говорит окей. И мы подтверждаем нашу постройку. Вот она строится, минус тысячу долларов. Где вообще все запасы моих денег? Пока что не отображаются. Ну ладно, мы тратим спокойно, не переживая, что у нас что-то закончится, потому что мы этого не видим. Мы возвращаемся обратно. Опа-на, кто это у нас? Посмотри, кто прибыл. Нам доставили яйца. Это же продавец. Мы точно не знаем, когда он появляется, тем не менее, пойди и скажи ему привет. Да без проблем, здравствуйте, продавец яиц. Добрый день, выглядит там чё-то-та-та-та-та-та-па. Короче, выберите яйцо. У нас есть яйцо динозавра мясоеда. Они все мясоедные, но каждое яйцо имеет свой определённый класс. Какое мне нравится? Мне нравится вот это, оно выделяется. Лучше всего для биомов с... А, нет, они разделены на биомы. Это джунгли. Вот джунгли нам нужно. Ну что ж, теперь осталось отнести это яйцо в новую локацию, которую мы открыли. А где мы её открыли? Так, джунгли. И помещаем сюда яйцо. Через 3, 2, 1 у нас вылупится динозаврик. И это и действительно хищник. Такие динозавры обычно водились стаями и нападали на более крупных. Вместе они были сильнее. И если вам что-то не нравится в моём скине, не переживайте. Просто на бедроке он так отображается. К сожалению, с этим я поделать ничего не могу. Что ж, нам дали ещё один предмет. Нет, откройте лавку. Это завод добычи еды для динозавров. Тут конкретно уже мясо. Давайте его поставим где-нибудь недалеко от этого динозаврика, чтобы недалеко бегать. И ставим сюда. Всё готово. Мне говорят, что у нас нету туалета. Но если у нас появятся посетители, пока что их нет, нам действительно понадобится туалет. Окей. Выбираем здесь. И вот он туалет. 300 баксов. Дешёвый какой-то. Я надеюсь, все будут довольны этим туалетом. Ну, в принципе, довольно уютненько. Вроде бы и неплохо даже выглядит. Давайте лучше покормим нашего динозавра. Опа-на. У нас темнело. Мне говорят, что на все случаи жизни можно, если что, поставить фонари. Опять нужно заходить в магазин. Выбирать это. И брать фонарик. Куда бы мы поставим первый фонарик? Давайте подумаем. Тут у нас светло. А здесь уже темнеет. Тогда установим его здесь. На углу. Кстати, большое освещение. Посмотрите. Меня куда-то перетащили. Это, видимо, основная комната. Здесь у нас показывается, где и что у нас размещено по всему зоопарку. Это вся территория зоопарка. Тут у нас расходы на наш зоопарк. То есть свет в минуту. Информация о посетителях. Корм для животных тоже стоит денег. А также кровать, в которой мы можем пропустить время суток. Будь то день или ночь. И таким образом ускорить процесс вылупления яиц. Или даже самой стройки. Или еще чего-нибудь. Что ж, а теперь давайте телепортируемся. К-к-к-к-к-кого-то я хотел покормить. Вот сюда. О, кстати, у меня появилось справа показатели всего. Денег, количество вольеров и что это еще? Декорации. И все это нам понадобится для того, чтобы наши посетители более радостные были в нашем зоопарке и довольны были тут всем. Тут еще нужно будет построить ресторанчик, кучу других вольеров. Если увижу торговца, снова вернусь к нему. А пока покормим динозавра. Где-то дружок. Перекус. Кстати, информация. Вот, на нем даже показывается, что он доволен. А посетители, ой. Они все разные, и большинство из них даже недовольны. А почему? Что тебе не нравится? Я немножко растерен видеть тем, что несколько разных динозавров живет в одном месте. Так, что тебе не нравится? У нас вот два вольера, два динозавра. Так, а ты? Доволен? Ты доволен, хорошо. Надо узнавать у того, кто недоволен, что им не хватает. Так, мадама, я могу с вами поговорить? Нет, вы не разговорчивая. Мне, конечно, нравится парк, но я бы хотел видеть более разнообразным его. То есть мне нужно какие-то туалеты, рестораны, всякие прикаляхи. Ну окей, давайте пока что нам нужен строитель. У меня 2600. 2600 это довольно много. Как насчет тебя, мужик? Можешь мне построить пустыню? У меня есть лес, джунгли и теперь пустыня. Так, стройка будет длиться 10 минут, это довольно много. Я могу пойти пропустить сейчас день и вернуться вечером, и уже будет все построено. Либо же подождать и что-то еще поделать. Но в целом, может быть я могу в магазине что-то открыть для себя. Вот еда. Три цератоповские деревья. Динобургер. Кафешка. И сувенирная лавка. Выбираю кафешку. Людям нравятся кафешки. Тем более, если здесь долго гулять, то они проголодаются. А нужно всем, чтобы быть сильными и хватало им энергии гулять по нашему большущему в будущем зоопарку, нужна еда. Поэтому еда будет здесь и посмотрим, что внутри у нас вообще есть. Я могу тут что-то улучшить? Так, это у нас столы, стулья, все. А где кухня? Ладно, ребята, походу еду надо будет приносить с собой. Ну простите. Кто ж знал, что в нашем кафе не будет персонала? Все равно много недовольных. Окей, окей, окей. Пока что рано тратить деньги, я постараюсь еще дождаться торговца, купить два яйца, потому что вроде бы сколько оно там, 500 долларов стоит, окей. Как раз вот с моими запасами мне хватит на два новых динозавра в два разных вольера. И будут у моих динозавриков друзья. Надеюсь, они будут ими довольны. Время передышки. Я недавно спал, я могу поспать через 50 секунд. Я не знал, что здесь есть такая задержка. Ну тогда нам некуда торопиться, 50 секунд еще есть. Меня напрягает, что у меня сразу же с первого дня открытия куча недовольных клиентов. Пропускаем этот день, и мы выходим уже ночью. Я, конечно, сам не очень хочу ночью бегать, но лучше так, чем просто ждать, пока ничего не происходит. А деньги-то у меня толком вообще прибавляются? Я не помню, чтобы оно вообще в плюс выходило. Ой, у меня динозаврик проголодался, иди покушай, дружище. Опа, у меня какие-то расходы появились внизу. Мне показывают, что ты проголодался, разве нет? Хотя вроде довольный. Нам однозначно нужно больше освещения. Походу нужно фонари ставить возле каждого здания. У меня расходы на электричество повышаются. Может пока не спешить, а то дохода вообще нет. Я так быстро разорюсь. О, мне доделали этот вольер. Принимаем работу. Ну, под пустыню, конечно, слабо смахивает, но такой небольшой вольерчик с деревом. Тут еще есть живой уголок. Пойдет, принимаю работу. Я еще заметил, деньги тоже все-таки прибавляются, но очень медленно. Посмотрите, у меня было 1374, уже 1377. Ну, это очень медленно. А где... Где наблюдатель? Почему здесь никого нет? Ты ушел кормить моего динозавра? Тут тоже никого. Ага, вот ты где, работяга. Девчонка эта ушла с едой к этому динозавру. Ну, ты же вроде бы в здании, где добывается трава. А это мясоедный динозавр. Видимо, она что-то попутала. Я могу за косарь построить фонтан. Косарь, фонтан. Че так дорого? Тебя-то я и ждал. Продавец яиц. Так, у меня есть пустыня. Так, это для леса. Это для джунглей берем. Тоже для леса. Видимо, пустынью я зря построил так рано. Мне с торговцем не повезло. Хорошо, давайте посмотрим. Этот динозавр у нас для джунглей, это для леса. Вот у нас лес. Ставим сюда яйцо. Вылупится через 10 минут. Тогда нужно бежать, ставить и это яйцо, чтобы он как можно быстрее вылупился. Я не могу. Видимо, здесь только велоцирапторы могут водиться. Окей. Good morning. Там было написано good morning плюс 500 долларов. Видимо, это прибыль за вчерашний день. То есть, за добрым утром плюс 500. Неплохо. Так, чем больше у меня построек, тем больше у меня денежек. Поэтому давайте посмотрим. Нет, туалет нам не нужен. Давайте тут. Что у нас, что у нас, что у нас? Кафешка у нас есть. Динобургеры. Фигачим их тут. Прикольно еще так анимировано. А типа бургер пытается съесть надпись. Вот здесь уже поприличнее заведение, чем в кафешке. И кухня есть. И столовую больше. Вот, все как надо, одобряю. Там продавец, кстати, не убежал еще. Я бы взял последнее яйцо. Сейчас у меня накопится 500 долларов, и я его куплю. Парниша, я слежу за тобой. Только вздумай убежать. 419. Деньги прибавляйтесь быстрее. Это ж так в бизнесе работает. Ты пожелал, и они появились. Что? У меня расходы пошли. Минус 90 долларов я сейчас получил. Или даже 110. 8 минут ждать яйцо. Не, ребятки, вы как хотите, я спать. Вот уже и вечер второго дня. Ай, продавец яиц пропал. Ну ничего, скоро вернется с новыми экземплярами. А у меня пока что готово вылупиться еще одно яйцо, и... Подождите. Это тот же... Нет, это не тот же динозавр. Это разные динозавры. Какой большой. Ну я думаю, вы подружитесь. Вы ж не съедите друг друга. Вы точно нет. Мистер, я смотрю, вы чем-то недовольны. Если так будет продолжаться, то окажетесь в вольере. В виде экземпляра. Что? Ну что тебе не нравится? Ты даже сказать не хочешь. Э, вредина. Пацаны, заносите его в вольер. Удачи. Прибыль сейчас где-то 50 долларов в минуту. Это мне приблизительно надо накопить. Еще 430. Так-то долго ждать. Так, а ты чем недовольна? Эти динозавры не выглядят счастливыми. Я чувствую себя плохо от этого. Нам нужно больше динозавров. Посадите и эту дамочку в клетку. Я мог это яйцо поставить сюда? А, может быть динозавр выглядит счастливее от того, в каком вольере я их сажаю? А я могу их забрать или перенести? Или там, где я уже заспавнил их, там они навсегда останутся? Но это просто не выглядит как джунгли. Или это и есть джунгли? Все-таки время отсыпаться. Сейчас я посплю. И еще 500 долларов упадет в мой кармашек. А вот и продавец яиц. Наконец-то я дождался тебя. Хотя нет. Или да. Или нет. А где продавец? Он появился прям перед тем моментом, когда я пошел спать. И сейчас пропал? Что за план скам? 18 минут надо было ждать. 18, я только прождал 10. То есть, наверное, 30 минут надо на все про все. Что-то у вас динозавры долго вылупляются. Нет. Или да. Так, здесь у нас есть озеро с водой. Такое дерево. Но оно... Да, получается у нас и были джунгли изначально. Эх, теперь у меня два раза больше джунглей, чем нужно. Ну, хотя здесь три динозавра. Мне кажется, знаю, в чем секрет успеха. Мне просто нужно построить фонтан. А то им все не хватает всяких приколов. Вот. Теперь ставим его сюда. У нас красивый большой фонтан. И теперь смотрим на клиентов. Ты еще недовольный? Ну, я добавил. Я добавил всякие декорации уютные. Вот. Этой мало. Ей нужно еще. Не, ну, странная. Странная клиентура. А тебе? Ей не нравится, что динозавры выглядят грустными. Я подбираю для динозавров лучшие условия. Что не так? У них лучшие вольеры. В них прибирают. Их нормально кормят. У них есть хорошая компания. А вам кажется, что динозавры выглядят как-то не так. Короче, всех недовольных клиентов реально посадите в клетку. Пускай не выеживаются. Да и торговец наш что-то загулял. Я не понял. Он отгул взял, что ли? Его тоже в клетку, пацаны. С добрым утром. Четвертый день в моем зоопарке. Продавец яиц. Мне нужно больше яиц. Мои клиенты недовольны то, что у нас слишком много однообразных динозавров. Так, это для пустыни. Однозначно берем. Это для джунглей. У нас и так полно в джунглях. И еще один для пустыни. Все, наконец-то вольер с пустыней у нас не будет пустовать. Плюс два яйца. Сколько? Десять минут. Хорошо, это немного. Так, это у нас тоже десять минут. Ну все, сейчас мы побегаем буквально три минуты. Опять пойдем спать. И все. И еще, мне кажется, нужны фонари. А то и динозаврам тоже, наверное, не кайфово, когда у них ночь. Сейчас я накуплю фонари на все деньги. Раз фонарь. Два фонарь. Три. Четыре. У кафешки пять. И еще возле одной кафешки шесть. Все светло. Еще скажите мне, что вы темноты боитесь. У меня не такой большой зоопарк, чтобы мне 200 фонарей ставить. Вы знаете, сколько я потрачу на электричество? Вы хотите, чтобы я разорился? Ах ты, заразюка. Пришла кормить моего динозавра. Я это думаю, что он есть не хочет. Так это ты все портишь малину. Так, пацаны, ее из клетки не выпускать. А, кстати, кстати, я динозавру им имена не дал. Что ж это за питомцы без имен? О, у нас уже два одинаковых динозавра. Так, вы однозначно у вас будете Биба и Боба. Ты у нас будешь хомячок. Не знаю, с какой стороны здесь вообще хомячок. Первое, что пришло в голову, сказал. Тебя я назову Василий. Уважаю Василия, поэтому ты будешь там у нас самый грозный. Ты у нас будешь потом вожаком стаи. Только вот у тебя стаи нет. Но это не важно, это мы опустим. А вас яйца я назову, 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 назову. Как же мне вас назвать? Эээ, опять деньги тратятся. Какие неприятные моменты. Но в любом бизнесе есть расходы. Короче, а вы будете с винтусом и плинтусом. Да, у меня проблемы с именами. В зоопарке будет в будущем больше ста динозавров. Как мне всех запоминать? Ой, еще деньги накапали на одно яйцо. А если я сейчас потрачу? И потом мне сразу придет, так сказать, счета за расходы. Ну, там, за электричество и так далее. У меня деньги-то вообще останутся, у нас бизнес не прогорит в один момент. Я уже теряюсь в собственном зоопарке. Где у нас джунгли? Вот это у нас лес. А, вот они, джунгли. Яйцо в джунгли. Десять минут. Что ж, ложимся спать снова. И тем временем у меня вылупляется три новых динозавра. Идем первого посмотрим. Ну, все, как я и говорил, Васька. Теперь ты вожак стаи. Этого кормим. А, нет, это ты был, Васька. Пустыне едрить колотить. Кентрозавр и терезиносау... Терези... Чего? Терезиносаурус. Вес пять тысяч килограмм. Высота четыре с половиной метра. Длина десять метров. Капец, в пустыне самые такие отжористые динозавры. Да дай этому динозавру, ему одному бы в вольер. А тут на двоих как бы места недостаточно. Видимо, им нужно больше фонтанов. Так, убери руки прочь, это мой динозавр, я его буду кормить. Это самое приятное в этой работе. Да, Биба? И Боба? И хомячок? Кстати, я заметил, у нас теперь большее количество посетителей радостное. Да ты только что была веселая, что не так? Я видел, как на твоей рожице было зеленое, зеленый смайлик. Тут сразу красный. Ну давай, давай, что тебе не нравится? Молчишь, молчишь, просто бубнишь, не нравится что-то. Да, 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 да. За парком, видите ли, маленький. А если я уберу какую-то из комнаты? Куда денутся мои динозавры? Что, попадут в приют для динозавров или что? Или пойдут бегать по моему огромному владению? Опа, Торгаш, ты снова здесь. Как хорошо, что у меня не хватает денег ни на одно яйцо. Все яйца, два из которых в пустыню и одно в лес. Давайте для леса. Только подожди чуть-чуть, никуда не смывайся. Мне нужно накопить буквально 20 баксов. И деньги, кстати, прибавляются уже каждую секунду. Пускай даже по одному доллару. Ну прикиньте, вот если бы каждую секунду зарабатывали один доллар, там и миллионером стать недалеко. Всем бы так. Ладно, эники, беники, ели вареники. Возьму тебя. Сейчас посажу... Ой-ой-ой, расходы пошли, расходы пошли. Подождите, у меня денег недостаточно. Слишком много динозавров, я не могу сюда что-ли поместить. Мне нужно очень долго копить на новый вольер. Ладно, ребята, у меня был тяжелый день, все, пора идти спать. Так, мы пропустили еще 10 минут, а значит снова вечер у нас. Денежка, к сожалению, не прибавилась. Посетители опять вредничают. У нас какой-то динозавр голодный, нужно покормить. У нас даже динозавры стали грустными. Такое я вижу впервые. Сейчас ты счастлив? Сейчас ты счастлив. Так, свет подключить. Это что, у меня денег не хватает, поэтому мне электричество отключили? Так, у нас Васька проголодался. Свинтус и плинтус у нас сытые. Все же сытые, да? Они травоядные все. Так, и еще, дружище, плюс одно яйцо. Я понял, что у меня слишком... Ой, что это такое? У меня карта походу крашилась. Смотрите, у меня трансформация динозавров в прямом эфире происходит. Видимо, не хватает трех вывесок. Хотя вроде должно помещаться. О, наконец-то нам выпал нужный динозавр. Я бы выбрал еще одного лесного. Вроде бы для леса у нас места хватает. Более здесь пока что новые динозавры не попадались. Все зависит от того... А что это? Это яйцо будет себя чувствовать не очень хорошо в этой клетке. Ой. Что? Я снес вольер. А я думал, я смогу забрать яйцо. А что, все? Я уничтожил вольер. И динозавра в нем. И яйцо, которое я только что купил. Я сейчас потерял 2500 долларов в никуда. А как мне надо было забрать то яйцо? Просто его стукнуть? И что теперь? А почему меня никто не спросил? Хочу ли я точно убрать ту штуку? Просто клац, и все. И нету здания. Нет моих монстриков, динозавриков. Я потерял сейчас Ваську и его стаю из одного динозавра. И женщина там была. Что, где она сейчас? Тоже продал, что ли? Мне пришлось долго ждать. Долго ждать. И наконец-то я накопил. Мне нужно два динозавра в лес. В лес, в лес. Это пустыня. Это от лес. Я смогу сюда поставить яйцо? О, так, это у нас джунгли. И, ну и что мне пишут опять? Что здесь как-то будет неуютно яйцу. И что дальше? Как мне его подбирать? Блин, я что, опять яйца лишился? Короче, как бы это ни звучало. Короче, не важно. Нужно сделать новую постройку. Привет, братан. Давай мне делать форест. Окей. Хорошо, что ты делаешь. Я доволен твоя работа. А, Нощаник, а тут еще стройка 10 минут будет. Круто. Придется мне теперь еще 10 минут ждать, а потом еще 10 минут, пока вылупится яйцо, чтобы вернуть мне Ваську. Ну хрен с тем Васькой. А как мне быть с тем яйцом, которое у меня в джунглях, вот в центральных, в центральном вольере. Короче, круто все, круто. Меня этот зоопарк скамит на деньги только так и сяк. Кстати, яйцо все-таки вылупляется. 19 минут надо ждать. Ну хорошо, лучше так. Но это яйцо всего 10 минут. Окей, это не проблема. Вот, в лес нам нужно. И еще одна пустыня. Нет. Пускай будет в джунгли. Смогу ли я здесь разместить еще одно яйцо? И не. Максимум вольер 3 динозавра. Ну и ладно. Тогда сюда. Через 10 минут. Все. Сейчас как раз посплю. И 2 яйца вылупятся. Вылупились и при чем? Офигеть. Новый динозавр. И это у нас стиракозаурс. Ну это на английском, конечно. Я так не знаю, как его еще. Блин, походу придется мне расширяться. А конкретно, чтобы больше еды добывалось. Но если в этом у нас тоже... Я вот не пойму одно. Вот если у нас... Разве не джунгли? Вот у нас джунгли. А что у нас? Одни и те же динозавры вылупляются. А где мой Васек? То есть сюда я не смогу его разместить? Не смогу. Мне снова сказали, что яйцо не будет себя здесь комфортно чувствовать. Ну как тебя забрать? Я вот сейчас игрался с магазином. И тут оказывается есть старые странички. Плейгра... То есть детская игровая площадка есть. Есть даже вулкан за 5000. Не, ну вулкан это мощно. А что еще? Есть где-то еще? Например, в еде. Не, в еде нет. В вольерах? Нет, только декорации. Ну ладно, мне нужно еще сувенирную лавку сегодня построить. Вот сувенирную лавку я сейчас построю. Остальное у меня получается все есть. А нет. Нет, у меня нет тут этого. Трицератопс тридц. Берем его. Потом еще накопим на лавку. И все, у меня будет хотя бы с первой странички все необходимое в моем зоопарке есть. Но я, конечно, очень протупил, когда продал один свой вольер. Мне так обидно. Тут столько еще динозавра должно появиться разных. Лавку сюда. А что это здесь? А, это тоже, наверное, какая-то закусочная. У меня просто закусочные на каждом углу. Я долго бегал по зоопарку, разбирался, улучшал все. И просто сейчас прошло столько времени в один момент. Я ждал, когда у меня накопится 1500. Ну наконец-то настал этот момент. Я хотел выбрать сувенирную лавку. Правда, я забыл, что на ней нужно всего лишь 1000, а не 1500. Не мог купить ее раньше. Ну давайте поставим ее где-нибудь здесь. И у нас сувенирная лавка. Это просто флаги. Ха, ладно. Обычные флаги и набор блоков. Типа это декорация. Ну можно было поставить что-то другое. Ну камон. Просто какие-то тряпки. Собственно, еще можно куда улучшать зоопарк. Но это понадобится очень много часов, чтобы накопить на все денег. Реально много. Поэтому пока что моя первая серия, которую я вот записываю уже 2 часа, подходит к концу. Вот мы и набрались где-то сколько? 7-8 динозавров. Двух из них потеряли. Плюс одну женщину, которая в нем была, когда я его сломал. Ну а вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И там на телеграм, все дела, на стримы приходите. Всем удачи. Всем пока.